Здравствуйте! В эфире правовая программа 112. За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 168 происшествий. Из них 12 преступлений, из которых 7 раскрыто. По 5 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 41 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В течение прошедшей недели произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. С 24 по 25 октября текущего года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», в ходе которого проверен 221 адрес, проведено 86 профилактических бесед, выручено для оплаты 87 квитанций, оплачено 7 квитанций на общую сумму 4120 рублей. 27 и 28 октября текущего года проведено профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в результате которого проверено 260 транспортных средств, выявлено 10 административных правонарушений. На прошедшей неделе окружные полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» изъяли у гражданина 35 литров алкогольной продукции. В рамках проводимого на территории Ненецкого автономного округа оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», направленного на выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота этилового спирта, стражам порядка стало известно, что неизвестный мужчина в городе Наринмаре незаконно реализует алкогольную продукцию посредством социальной сети «Друг вокруг». 24 октября 2017 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ненецкому автономному округу в ходе проверки установлено, что гражданин 92-го года рождения, осуществлявший продажу алкоголя, доставлял заказ на автомобиле. И во время очередной продажи он прибыл на адрес по проезду торговому города Наринмара, где продал упаковку вина объемом 1 литр. В результате проверки полицейским изъят у злоумышленника 35 литров алкогольной продукции. В настоящее время решается вопрос о привлечении правонарушителя к административной ответственности по статье 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам. На прошедшей неделе в одном из ресторанов города Наринмара сотрудниками окружной полиции было изъято 287 литров спиртосодержащей продукции. 27 октября текущего года полицейскими было получено сообщение от жителей округа о том, что в одном из ресторанов города Наринмара реализуется алкоголь, возможно, имеющий признаки контрафактности. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления проведена проверка данного заведения. На момент проверки владелец ресторана не предоставил сотрудникам полиции лицензию на розничную продажу алкоголя. Полицейские изъяли 287 литров спиртосодержащей продукции и направили ее на экспертизу проверки подлинности акцизных марок. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Полицейскими Наринмара расследовано уголовное дело в отношении должностного лица, причинившего ущерб организации на сумму более 10 миллионов рублей. Следователем Следственного отдела управления окончено расследование уголовного дела в отношении экс-директора одного из предприятий города Наринмара, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе расследования уголовного дела окружными полицейскими установлено, что бывший генеральный директор одного из предприятий города Наринмара заключил договор с организацией о разработке проектно-сметной документации на строительство ликероводочного цеха, будучи осведомленным, что возведение такого цеха невозможно на принадлежащему учреждению земельном участке. Также в нарушение закона он не провел конкурсные процедуры, что исключило участие других подрядных организаций и заключение договора по меньшей стоимости. С этим же подрядчиком экс-директор организации заключил дополнительное соглашение по изготовлению образцов дизайнов бутылок различных емкостей, зная, что без ввода в эксплуатацию ликероводочного цеха разработка указанной продукции заведомо убыточна для его предприятия. Своими действиями злоумышленник причинил организации материальный ущерб на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 4 лет. В Наринмаре за дачу взятки сотруднику госавтоинспекции мужчине назначен штраф в размере 2 миллионов 450 тысяч рублей. 29 мая текущего года в аэропорту города Наринмара сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ненинскому автономному округу совместно с госавтоинспекцией и сотрудниками регионального управления ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина 83-го года рождения по факту дачи взятки в размере 50 тысяч рублей сотруднику отдела ГИБДД за непривлечение к административной ответственности. Сотрудниками Наринмарского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненинскому автономному округу в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Приговором Наринмарского городского суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 450 тысяч рублей. И в завершение выпуска напоминаю, что в ноябре прошлого года вступил в силу приказ МВД России о внесении изменений в административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии, отсутствии судимости или по факту уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Данным приказом из круга заявителей на предоставление указанной госуслуги исключены государственные и муниципальные органы. Данную государственную услугу граждане могут получить только лично, следующими способами. В электронном виде через портал www.gozuslugi.ru срок предоставления справки составляет от 1 до 7 рабочих дней. На личном приеме с понедельника по пятницу с 14 до 17 часов в кабинете 102 административного здания УМВД по улице Ваучейского, дом 13 в городе Наринмаре. В казенном учреждении многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по улице Ленин, 27 В, в поселке Искателей по улице Губкина, 3 Б и его филиалах. Более подробную информацию можно получить по телефону 457-02 или 4-23-78. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом дежурную часть полиции по телефону 02 или по телефону 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.